Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я хочу сказать, что я здесь первый раз, так получилось, что отсутствовал пару раз. Мне здесь нравится, вижу ваши лица. Я действительно чувствую, что один день во дворах Господних написано лучше тысячи. Аминь? Аминь. Вообще хорошо, братьям и сестрам, быть вместе. Мы чувствуем, что мы тело. И у нас сегодня раздел Торы называется Ной. Понятно, что раздел будет о Ное, он будет о потопе, ну и там до Вавилонской башни. То есть от Ной до Вавилонской башни. И речь здесь в основном идет о Божьем суде над развратившимся человечеством и его последствиях для людей. Но чтобы понять, сделать вступление к этому разделу, вспомним, что было до этого. А до этого было следующее. Несмотря на рождение Сифа и то, что в его роду появились, ну что и в роду были люди праведные, да, человечество, в общем-то, развращалось все больше и больше. Оно занималось цивилизацией, у них там орудия появились и различные, ну имеется в виду производственные, и игральные инструменты. Вот. Но оно деградировало материально, и уже вот Ламях, там один из последних упоминается, вот он уже, во-первых, он нарушил Божьи, значит, правила и установил, ну начал многоженство, вот, и хвалился убийствами. Вот. И то, что ему ничего за это не будет. Там также пишется о том, ну, мы будем рассматривать сегодня с 6 главы 9 стих до 11-32 стих, это бытие или брейшит, да. Вот. И вот в первой, в начале 6 главы пишется о том, что демонизированные ангелы, я так трактую этот момент, они начали, спустились на землю и начали вступать в брак, брали себе жен, там не брак, наверное, там просто брали себе жен, значит, из дочерей человеческих, и начали рождаться из Полины. Вот. Это огромного роста и огромной силы людей, написано, что они там славные, ну, там слава их была в том, что они были просто огромные и сильные, ничего они после себя хорошего не оставили, никто не помнит. Просто помнят, что были такие вот здоровенные парни. Вот. И написано о том, что все мысли, помышления сердца их, то есть людей, живущих в то время, оно было во зло. И до такой степени, что даже земля растлилась. То есть это даже влияло на землю. Мы это всегда должны помнить. То, что люди творят, это влияет на землю, на ее плодородие, влияет на окружающую действительность и так далее. И увидел Господь Бог, что великое развращение человека на земле, что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время. Это бытие 6-5. И Бог сказал, что не вечно духом ему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут их дни 120 лет. То есть до потопа будет 120 лет. Я тоже так трактуру эти 120 лет. Там отнюдь не прожить человека. Уменьшись в виду, не жизнь человека 120 лет. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что я создал их. То есть не то, что он раскаялся, что я наделал. Ему было все понятно и так. Он просто воскорбел в сердце своем. Так вот надо понять, это раскаялся. И мы должны помнить о том, что наш Бог, конечно, Он прежде всего, не то, что прежде всего, Он любовь. Это Его суть, это Его сердце, это Его содержание. Он также святой. Друзья, мы помним об этом. Он святой, и Он судья правильный. Аминь. И более того, написано, что наш Машиах, Он придет судить мир. Друзья, и Он придет судить мир. Именно за, примерно за то же, что творилось во дневной. Я хочу вот эти вот параллели провести сегодня. Я сегодня буду говорить об этих параллелях. Что приводит, и каким образом, что приводит к тому, что мир осуждается. В главе 24 Евангент Матфелия, Ишуя, говоря о последних днях, он говорил о том, что будут признаки, которые будут свидетельствовать о кончине мира. Он говорил о том, что будут войны, военные слухи, встанет народ на народ, царство на царство, голод, эпидемия, землетрясения. А потом на короткое время, ну как бы настанет такое время, что кажется, ну все, все, устаканилось, все нормально, все хорошо. Теперь будет ничего о том, что говорили там в Библии, что говорят верующие, ничего этого не будет. Ишуя говорит так об этом времени. Но как было во дневное, так и будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть здесь, если посмотреть контекст, там говорится просто о том, что будет похожая ситуация перед приходом. Люди будут думать, что Он не придет, что суда не будет. Там об этом говорится. Но одновременно подразумевается, что ситуация, которая привела к гибели Первого мира, она будет подобна и во Втором мире. Понимаете, о чем я говорю? Что ситуации в духовном плане, они будут одинаковые. И сегодняшняя глава, она нам показывает, что привело к гибели Первого мира. И Брит Хадаша, она тоже говорит нам о том, что приводит к гибели нынешний мир. Здесь ключевые слова, как во дневное. А что было? Что соединяет эти два времени, два духовных состояния развращенного мира? В Бытие 6.5, опять повторю, там говорится так, что получилось великое развращение человеком на земле, и что мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. То есть так получилось, что люди, в еврейских переводах, там еще более конкретно, там говорится даже побуждение их помыслов, в одном из переводов, в другом написано склонность мысли. То есть не сама мысль, а что было нечто внутри них, что побуждало эту мысль. То есть некий такой генератор, возбуждающий сами мысли. То есть мысли это уже следствие некого генератора. И понятно, что возбуждает то, что внутри человека. Они чем-то наполнялись, эти люди тогда и сегодня, они чем-то наполняются. Понимаете? И Рав Шауль, смотрите, он призывает нас мыслить каким образом? Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете, он говорит, об этом мыслите. И, соответственно, об этом надо и этим, и наполняться надо, да? Библия нас учит, этим наполняться, тем, что производит вот это доброе, да? Достославное, чистое. Но люди, они наполняются другими вещами. И мы давайте посмотрим, друзья, давайте мы посмотрим каналы проникновения в нашу внутренность, в том числе и в верующих людей, то, что наполняет нас не тем, чем надо. Друзья, мы же не будем говорить, что мы такая, знаете, община полностью уже приготовлена для нашего жениха. Мы понимаем, что, к сожалению, это не так. Мы несовершенны, мы понимаем, что это действительно и так. Итак, что говорит нам именно сегодняшняя глава, да? Что говорит нам Брит Хадаша о том, как вот это вот наполняет людей, в том числе и нас, чем-то таким непотребным, знаете, что является возбудителем неправильных мыслей. Я не буду всё рассматривать, ну не тот формат. Я просто остановлюсь как бы там на некоторых таких самых явных вещах, как для женщин, так и для мужчин. Для того, чтобы было понятно, я более подробно разберу буквально два канала проникновения, чтобы вы понимали, как действует мир, да? Итак, почему люди мыслят во зло? Что их наполняет, чтобы они мыслили во зло? С одной стороны, как мы видим из сегодняшнего отрывка, ну из всего контекста Библии, это демонизированный мир. То есть реально, друзья, мы должны понимать, что этот мир, он лежит во зле, у него есть князь, этот князь, он Ешо, помните, во время испытания в пустыне, он говорил, что это моё, я определяю каким, и я на своих основаниях организую его. Я определяю, что учить в школах, я определяю, какое искусство я дам этому миру, я определяю, какая будет реклама и так далее, какие фильмы будет смотреть этот мир. Вот что значит демонизированный мир, понимаете, который организован на безбожных принципах. С другой стороны, как говорит Господь, это тоже в нашей главе, помышление сердца человеческого, зло от юности его. То есть есть нечто, что толкает людей ко греху, да, и люди грешат, этим что они делают? Они открывают двери для тех же самых демонов и бесов, для того, чтобы они приходили в его жизнь, в семью, в дела и так далее. Это второй канал. Ну, если это не действует, особенно против верующих, верующие они же уже научены, аминь. Мы знаем, мы уже, слава Господу, нас учат, у нас есть учителя, у нас есть такие, как Роджер, которые нас учат, у нас есть пастора, и мы многим вещам мы научены, но враг, он тоже хитер, он хорошо знает человека. И смотрите, я опять же, я рассматриваю только буквально по одному каналу. Вот этот канал объясняет нам апостол Павел. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, то нет, люби Отчий. Ибо все, что в мире, по мыслу плоти, по хотячей, гордость житейская, не есть от Отца, но есть от мира сего». Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь говорится о том, что дьявол, организовавший мир. А что такое мир? Мир – это человеческое общество. Смотрите, какое определение. Организовано на неверных духовных принципах, низменных желаниях и эгоизме. Так вот, этот мир, дьявол сделает так, что он пытается проникнуть внутренне астмом, он пытается наполнить наши сосуды своим содержанием, для того, чтобы это содержание, оно генерировало определенные мысли, которые ведут козлу в этом мире. Кто-то будет спорить? Нет? Ну, слава Богу, слава Богу. Ну, это очевидно, мы понимаем, мы понимаем, что враг, он пытается влиять и на нас, друзья. Он пытается влиять и на нас. Вот смотрите, что, например, предлагает женщинам? Например, каким образом? Еще раз говорю, я рассматриваю только один канал, их десятки у этого мира. Я рассматриваю. Он, ну, в том числе и верующий. Мир, то есть, опять же, общество духовное, организованное на неправильных духовных принципах. Он говорит, ты знаешь, говорит, что самое главное в тебе и какой ты должен быть? Ты должна быть какой? Сексуальной. Сексуальной, да. Это твое содержание. Это твое содержание. Ты должна думать об этом. Ты должна журналы выписывать об этом. Ты должна говорить об этом. Ты должна смотреть. А ты должна одеваться соответствующим образом. Я тебе расскажу, как ты должна одеваться. Первым делом ты должна купить самую тоненькую ткань, или вообще брюки самой тоненькой ткани, и ликры, чтобы там было не меньше 50%, ну так условно говорю. И обтяни, пожалуйста, натяни с трудом на себя. А наверх, вот тебе клаптик такой материи с двумя бретелечками, теперь это будет твоя одежда. Посмотри, какая ты будешь сексуально, посмотри, какая ты будешь привлекательна. Это все в тебе, это самое главное в тебе. О чем это говорит, друзья? Он просто издевается, он этим говорит женщине. Ты никто, ты просто сексуальная машина, и больше у тебя нет другого предназначения. Друзья, это издевательство. Когда мы говорим о моде и так далее, я не против моды, еще раз вам говорю. Я отслеживаю некоторые вещи, но фильтровать надо, фильтровать надо, понимаете? Я имею в виду не эти вещи, я отслеживаю. Я для себя, там, воротнички какие, какие носки там у этого, там. Если есть возможность, следуем, как бы, некоторым аспектам этой моды. Ничего страшного нет, если там рюшечки будут у женщины, там, или еще там что-то. Какие вопросы? Красиво, красиво. Друзья, ну я об этом вам говорю, понимаете? Кто такая женщина в глазах Господа? Давайте первую главу вспомним. Она кто? Вот он поставил перед собой, поставил перед миром сотворенным. Он сказал, ты кто? Царица. Ты царица для этого мира. Друзья, вы видели, чтобы царицы одевались таким образом? Вы видели, чтобы у них были обтягивающие брюки с дырками там еще на колено? Ну, дырки-то такое дело вот, ну, в том числе. Друзья, царица, мы понимаем, как выглядит царица, понимаете? Вот, это, ну, вы понимаете, я говорю о духовном. А вот вещь, как бы, скажем, недуховная, ну, такая, это просто как мужчина, послушайте меня. Вот смотрите, вот стихотворение Александра Блока, вот, значит, незнакомка. Он сидит в кафе там или в ресторане с товарищем, они пьют вино, вот там разговаривают. И вот смотрите, и вдруг, значит, в это кафе там или ресторан входят женщины. И вот смотрите его стихи. Мирик очарованный и очарованную даль. Классно! Вам нравится? Друзья, я хочу сказать, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что женщины – это лучшее, что есть в этом мире. Я в этом глубоко уверен. Те, кто меня знают, они знают, что это образ моего мышления. Вы лучший мужчин, сто процентов. Вы добрее, вы красивее. Вы, от вас исходит все то положительное, наверное, что есть в этом мире. Это мое глубокое убеждение. Понимаете? И, знаете, нам, мужчинам, нам очень бы хотелось, чтобы вы были такие, таинственные. Чтобы вы были такие, знаете, чтобы вас хотелось достигать. Чтобы ради вас совершать подвиги. Дарить вам цветы, бриллианты, не меньше. Понимаете? Не лишайте нас своей таинственности. Драгоценные сестры, драгоценные женщины. Аминь. Аминь. Пожалуйста, значит, одевать. Будьте, смотрите, если вы стройные, одевайтесь. Ну, подчеркните свою стройность, но не выпячивайте вот это вот все, понимаете? Если вы, значит, там не очень стройные, да? Ну, оденьте, соответственно, моде, это будет тоже. Если вы романтичные, будьте романтичными. Если вы деловые, будьте деловыми. Лучше определите свой стиль и будьте стильными. Это классно. Мы будем это приветствовать. Ну, не обнажайтесь. Не, вот это не надо. Это лишнее. Оно не красит вас. Оно, вот вы представьте себе, например, вот это мы, вошла женщина туда, да? Это начало 20 века, Александр Блок, все такое. И он пьет вино, и у него даже мысли нет подойти к ней. Она недоступна. Он выпил вина. Он грязный, она чистая. Вот представьте, девочка заходит, допустим, в кафе, да? Садится, например, там. Ну, там ребята современно пьют пиво. Мне кто-то подходит, говорит, тебе пивасика предложить. Она говорит, ты что? Я образ Божий, я царица. Я письмо написанное этому миру. Я дышу духами и туманами. Друзья, ну что он скажет? Скажет, я вижу, чей образ написан тебе. Я вижу. Вы понимаете, с чем я говорю? Драгоценное. Фильтруйте, фильтруйте моду. Будьте немножко модными, почему бы и нет. Но фильтруйте это все. Это, друзья, я только один канал. Смотрите, есть же социальные сети и всякая дребедень с ним приходящая. Есть кинофильмы и всякая муть, лезущая к нам в душу, стремящаяся наполнить нас. Друзья, там много мути. Очень много мути. Начиная от Гарри Поттера и так далее, и тому подобное. Понимаете? Итак, ну поняли, да? Не обиделись на меня, женщины? Нет? Друзья, я чисто из любви к вам, потому что я реально люблю и ценю вас. Вот просто как мужчина, поживший в этом мире, понимаете? Я хочу, чтобы вы были красивыми, недоступными. Чтобы мы ради вас подвиги совершали. В общине. Смотрите, мужчина, мир, что говорит? Ты будь кем? Боги. Нет, нет, друзья, я сейчас скажу слово, вы поймете. Успешным. Он говорит, ты должен быть успешным. Ну и у каждого возраста есть свои символы успеха. Значит, там обувь, значит, одежда, значит, часы, телефон. Какой он должен быть большим, значит, что еще там, машина, еще другие вещи. Молодежи, например, мир говорит, ты будучи, создавая свой образ, не забудь, что сегодня в моде брюки, значит, они должны висеть на бедрышках, мотня должна быть возле колен, а эти, ну вы вспоминаете эту моду, да? Вот, значит, а эти, ну короче, там, а снизу там должно быть узенько. Вот, и вот ты будешь, ты будешь образ Божий, ты будешь красавец в такой виде. И не забудь, когда будешь стриться, сейчас стрижки короткие, а вот здесь надо обязательно паутину нарисовать. Это классно, пусть на твоих мозгах будет символ паутины. Друзья, мы чего-то не видим в общинах, что ли? Мы что, не видим вот этого? Значит, если мне скажете, Сергей, ты не любишь моду? Нет. Нормально все, я нормально к ней отношусь. Я призываю только об одном, фильтровать, понимаете? Потому что дьявол, он издевается, мир, он издевается над людьми. Он хочет принизить женщину, он хочет принизить мужчину. А если мужчина не ведется на это, ему дьявол говорит, ты понял, у тебя должна быть такая машина, иди работай, день и ночь работай, ты должен быть статусным, у тебя должно быть это. А если он не ведется, особенно верующий, они понимают, что это уловки. Говорит, хорошо, без вопросов. А ну-ка давай твой смартфончик, посмотрим, чем твой смартфон интересен. Столько возможностей, вау, можно день и ночь тупить, писать, смотреть, наслаждаться всем, день и ночь, на работе, на служении, дома. И тебя будет дергать там дитя, ты будешь говорить, я занят, я сейчас пишу, я сейчас нащелкаю будет здесь вот. Понимаете, друзья? Здесь, друзья, здесь тоже издевательство, здесь тоже издевательство. Почему? Кем должен быть мужчина? Мужчина, он священник, он священник, запомните. Прежде всего, понятно, что он должен быть добытчиком, 100%, но он священник. Друзья, и любая женщина, даже если у мужчины добытчик, если женщина это верующая, если она действительно духовная сестра, то она понимает, что глава, значит, мужу кто? Христос, да, потом муж, жена, потом дети, вот так идет покров. И если мужчина, он не занимается именно священством, то есть если у него, он начинает свой день ступения в телефоне, если он заканчивает, вместо того, чтобы читать слово, молиться, вместо того, чтобы читать слово, вместо того, чтобы назидаться, написано, блажен тот муж, который что делает? Он не с телефоном, он не смартфоном, друзья. Блажен муж, который, значит, день и ночь его помышления в законе Божьем. А для этого он как минимум должен читать. Друзья, я хочу сказать мужчинам, я хочу сказать такую вещь. Ни одна жена, никогда, каким вы добытчиком вы не были, никогда она не будет себя считать защищенной, если вы не будете священниками в доме. Аминь. Потому что она чувствует, что она лишается духовного покрова. Это очень покрова, это очень важно для любой женщины. И закончу я, знаете, чем? Значит, тем же ноем. Друзья, как от этого, как уйти от этого? Опять же, я только один рассмотрел, один канал проникновения, наполнение нас этим миром. И вы понимаете, насколько нам надо быть бдительным, как нам надо фильтровать вот это все, что мир, он пытается втюхать в нас, он пытается втолкнуть, залезть, понимаете, он пытается влить в нас. То есть для того, для чего? Опять же говорю, мы говорим о сегодняшнем дне, мы говорим о том дне, мы сравниваем. И мы для того, чтобы генерация шла неверных мыслей, неверных действий, и чтобы это наполняло злом нашу жизнь, нашу семью, наши действия, нашу работу и так далее. Понимаем? Итак, смотрите. Ной. Друзья, единственный человек, который противостоял этому миру. Единственный, который противостоял. Там были хорошие люди, там были верующие. Они были верующие. Вы что, не знаете, думаете, это не так? Они были верующими. У них, их деды и так далее, они знали Ноя. Они знали, что Бог есть. Они знали, что Бог говорит. Они все прекрасно знали. Они знали Адама, да. Они, то есть у родственников Ноя, ну, среди родственников, но его дед, он был жив в это время. Он знал Адама. И были таких дедов, было много, которые знали Адама. Понимаете? И они все знали. Но, тем не менее, они развратились. Развратились, почему? Мир пришел к ним. Мир их развратил в том числе. Понятно, что и демонизированный мир, но они запустили это все в свою жизнь. Ноя же обрел благодать предачами Господа Бога. Ноя был человек праведный и непорочный в роде своем. Ночь ходил перед Богом. Ну, в другом переводе написано, он ходил с Богом. Он ходил с Богом. Он имел личное отношение с Богом. То есть он не тупил в смартфон, условно говоря, свой деревянный, да. Значит, он имел молитвенную жизнь. Он имел, условно говоря, скажем так, он читал Тору. Понимаете? Он изучал ее. И он был написан, он был цадик, и он был тамим. Он был тамим. Тамим что обозначает? Он был чистым. Он сохранил себя от этого мира. Он фильтровал этот мир. Он не допускал этот мир ни в свою жизнь, ни в семью. И он, и его семья, они были что? Они были спасены. Друзья, не великая села коней, не то, что они там бункер какой-то построили, не то, что он был знаменитым там, он был царем там и так далее. Праведность, его праведность. То есть он совершал праведные поступки. У него было правильное мышление. Он сохранил свои мозги, он сохранил свое сердце от летворного влияния этого мира. Поэтому я обращаюсь ко всем, к себе в первую очередь, особенно к молодежи. Потому что молодежи, им, как сказать, им хочется попробовать там все и так далее. И когда им старшие товарищи говорят, не пробуйте это, это неправильно. Оно вас наполнит не тем. Друзья, молодежь, прислушайтесь к своим старшим братьям, старшим сестрам. Потому что это сохранит вас, это сохранит вас от гибели, от развращения. Это сохранит ваши семьи, ваши жизни. Это именно праведность и чистота, она делает успешным. В вашей жизни всего будет достаточно хорошего. У вас будет прекрасная семья, у вас будет любовь, дети. Надо будет. Будете хорошо работать, будут машины, будут дома, все это будет. Но самое главное, это быть как иной. Нам надо быть томим, и нам надо быть цадиками. И иметь близкие отношения с Богом. Аминь.